Друзья, всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая, и сегодня мы покоряем Тверскую объездную железную дорогу. На сегодняшний день ветка обслуживает стекольный завод, выходит на ветку, которая раньше шла на Васильевский мох, веткой цела благодаря стекольному заводу. Сейчас с вами мы подъехали к месту начала путей и хотим посмотреть, что же здесь творится. А здесь, дорогие мои друзья, такая красивая железная дорога. Здорово! Но, к сожалению, обольщаться я бы не спешил, и радость тоже будет преждевременно, потому что эта железная дорога очень быстро заканчивается. Можно даже видеть, вот здесь камушек подложили, головку рельса срезали, чтобы вот это тело упало, его можно было унести. Рельса Р-65, 65 килограмм в одном погонном метре. В общем, история на Тверь прогремела, некоторые дельцы сюда приезжали, сняли здесь рельсы, практически до стрелки на стекольный завод. Там их и поймали. Дали 40, насколько я слышал. Но, к сожалению, ущерб уже нанесен, его никто не будет возмещать. Дальше ветка просто умирает. Вот, кстати, видно, газовым резаком работали. К сожалению, все. А мы с вами находимся в уникальном месте. Эта дорога когда-то была трамвайными путями. Вон мы там видим даже здание. Не знаю, кстати, оно использовалось или нет. В этом месте соседствовала железная дорога широкой колеи. Трамвайные пути тоже широкой колеи. И там чуть-чуть подальше, узкоколейные пути Тверского к СМ номер 2. Вот за машинкой насыпь видна. Сейчас рельсы остались только там. Все остальное снято. Мы уже прогулялись с Ясенем, который сейчас составляет мне компанию, до стекольного завода. Мы нашли, где начинаются рельсы. Практически сразу на них накат. Недалеко до начала путей переезд. С автомобильной дорогой. Вполне проезжабельной для нашего буса. Поэтому сейчас проложим маршрут. Доедем, сгрузим дрезину. Как-то ее доставляем до путей. И вперед. Поездка обещает быть интересной. Ясен, смотри. А вот и переезд. Вон туда дорога пошла. Сейчас будет отворотка налево. Вон она, вон, видишь? Мы едем на тот переезд. В глухую глушь, в леса. Попробуем найти заезд на эту дорогу. Вроде эта дорога должна нас будет привезти. Но это не точно. Самое интересное, получится ли нам развернуться обратно. Потому что маневрировать на большом автомобиле, еще и с прицепом, по такой узости, задним ходом. Ой, ребят. Но это, конечно, скилл, до которого по реке еще и мне расти. Но ничего. Мы оптимистичны. Мы верим в успех. Мы двигаемся вперед. И вон уже я вижу провода линии электропередач. Это верный знак того, что мы движемся по первой воде. Все. Это то, что надо. Я предлагаю здесь тормознуть, разгружать дрезину и дальше ее толкать. Это будет намного проще, чем на машине здесь что-то пытаться исполнить. В конце концов, сейчас мы очень аккуратно попаркуемся, чтобы не мешать никому проезжать. Кроме металлистов, конечно же. Ну да. Сейчас будем спускать дрезину на землю. Вот такой подъем предстоит преодолеть дрезине. Как ни парадоксально, но это наименее сложный путь к нашей железнодорожной ветке. Что ж, мистер Ясень, are you ready? Фух, запыхались. Но дрезина на рельсах. Пока еще на отгрызанном участке рельс. Но ей уже ничего не мешает попасть на большую сеть. Пойдемте посмотрим, что тут происходит. Здесь вот соединительный элемент был украден. Здесь еще цел. А вот совсем чуть-чуть дальше, смотрите, на рельсах уже читается настоящий накат. Здесь железнодорожный путь уже рабочий. Вот, посмотрите. Не ржавый. Относительно наезженный. К сожалению, разобрали самый красивый участок дороги. Но будем довольствоваться тем, что осталось. Ух, ребят, здесь столько комаров. Надеюсь, сегодня дрезина ясеня покажет себя лучше, чем раньше. Но с другой стороны, вроде ясень все устранил. Конструкция уже должна быть надежной. Вот, кстати, тоже хотели обрезать, но не дорезали, сволочи. Ну, а у нас последнее приготовление. И будем собираться в дальний путь. Друзья, долго ехать не пришлось. Накат тут вон какой. Поезда ездят постоянно. Стрелка, как мы видим, на завод. Ну, значит, такая судьба. Поехали, посмотрим, что там. Тормоза и прыгаем. Здоровье важнее. Запах какой, креозота. Эх, вот бы его в видео передать. Пока никакого тепловоза нет. И это радует. Смотри, как резко попадаем на отремонтированный участок дороги. Это же молодой подъездной. Да, шпалы деревянные. Но подсыпку щебнем осуществили. Все костыли на месте. Кое-где железобетонные шпалы проглядывают. Отличный путь. Красивый участок. Просто картинка. А вот и завод. А вот и камера. Вон там видно камеру. Снимаем камеру на камеру. Дальше мы пойдем пешком. И что я вижу там? Вот наш ТГМ. Красавец. Он стоит без движения. Пост пустой. Везде висят замки. Ну что ж, мы посмотрели предприятие, благодаря которому живет эта ветка. Теперь пойдемте смотреть на саму ветку. Вон там стоит красавица Ясень 6.1. Она нас и прокатит. Не будет проезда предельного столбика, если его нет. Ха-ха-ха-ха. С территории завода к нам вышел главный охранник. Пушистый шерстяной главный охранник. Не лает, пока не кусает, агрессию не проявляет. Красивый пушистый пес. Тормознули немножко. А наш шерстяной друг нас преследует. Пёся, жарко кусают. Бедолага. Вот наш шерстяной друг нас так и провожает. Вышел погулять. Ну а мы уже почти дошли до стрелочного поста. Интересно, так вот нас этот друг проводит. Тоже ему жарко, скучно. Можно понять. А тут такое действо. Между прочим, каждая пятая шпала железобетонная. Четыре деревянные. Каждая пятая жертва. Так в компании и едем. Я и друг мой грузовик. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Так, впереди переезд. Внимание, впереди переезд. Надо сходить на разведку, проверить, охраняемый он или нет. Еще что, у нас есть флаги. Выйдем, оградим, проедем безопасно. Пойдем прогуляемся. Да, переезд-то вполне живой. Более чем. Мы недовольны. Это опасненько. Да, тут целое шоссе. Шоссе такое основательное. Движение очень хорошее. Очень хорошее. И даже велосипедисты... Не к ночи будут помянуты. Да. А вот, кстати, заборчик клевый. Заборчик, да. Классика. Если бы отдельно заметить этот заборчик. Классика МПС. Да. Если в будке никого нет, выставляем сигналиста с красным флагом и безопасно переезжаем. Никаких проблем. Да. Явно никого нет. Видимо, принадлежность. НГЧ-1. Инвентарный номер. Все дела. Давай чуть дальше. Далее переезд свободен. Релейные шкафы стоят. Все закрыто. Ну, с виду все цело. Вообще никакого дестроя. Пару слов про светофор. Литера З1. Это заградительный светофор. Отличительная черта. Его мачта. Белая в черную полосу. Включается непосредственно дежурным по переездам. Если переезд занят. Если необходима остановка. Это светофор для машиниста. Нормальное состояние, как у него сейчас и есть. Погашен. Ладно. Дорога нам свободна. Ограждать будем вручную. Пошли за дрезиной. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самый приятный режим на железной дороге с резиной, но с такой прогулочной. Можно, конечно, чуть побыстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мало ли, в видимости никакой Со стороны эти пути должно быть выглядят как заброшенное Все, можем ехать Кстати, здесь все непохоже и не ездило ничто Ну, вот первый скот Очень даже неплохо Огонь! Подуди! А вон вдали коридор Коридоры неплохо Директно? Хорошо Пятаган А вот здесь, я думаю, вы все притормозили Нас пропускают Такой запах клеозота, обалдеть Сжать камеру с микроходом не передаем Я бы вставил на максималка А вот, друзья, когда-то был второй путь Остались только спалы Что-то примечательно, что лицебетонное Стало быть, мы приближаемся к мальчевому заводу Переезд машины ездят А вот, кстати, рельсы Дорожки уже Здесь явно не ожидают нас увидеть Там свободно Вручную придет Подожди, я ее подтолкну Ну а дальше встаня Оставили небольшой накат На свидание всем водителям Крест явно сейчас используется Наверняка все к этому привыкли И длительность снижают Паук залез Он промчался прям Ладненько, едем дальше Ну вот, друзья, едем-едем И выехали в целое кукурузное поле Бескрайнее Конечно, вспоминается классический фильм Дети кукурузы Ну, не без некоторого содрогания И ужасы немножко вошли в нашу жизнь У дрезины срезало один болт Крепление колеса Иными словами, момент от оси на колесо Передается через болтик Который входит в отверстие в этой оси И этот болт срезало Нет, колесо никуда не денется Оно не отлетит Но, к сожалению, все тяговые усилия У нас будет сосредоточено Лишь на одном колесе Ничего страшного Не будем давать жестко газ Не будем на него превышать нагрузку Все у нас будет замечательно Доедем Проехали где-то полпути Вот встали заправить бензин Поддышать воздухом А он здесь космический Знаете, с таким еще С запахом криозота Вот он такой ненавязчивый Такой нежный Его хочется вдыхать, чтобы вот Пронюхаться Ну и на поле полюбоваться Я очень давно не видел кукурузных полей А у нас появился пассажир Вот, смотрите, какой Безбилетница Обижать мы ее, конечно же, не будем Сейчас сниму ее И в травку Безбилетница Так, дорогая Давай-ка Оп Оп Все Куда не будем наступать Все у нее будет хорошо А вот мы проезжаем мост Это, похоже, трасса Дверь бежит Без стекла Кустужна Судя по всему, да Это именно он Мы проехали Зеленый пункт Загородный Тестец Как похож на Америку, конечно Прям аккуратные дома Пока, друзья Кайфово А, нам туда дальше А мы еще до конца не доехали А мы еще до конца не доехали Оба-то и на лох На лох Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внезапный переезд. Хорошо, что билет тормозится. Кого нет, можем продолжать путь. Друзья, то, что мы делаем, это небезопасно. Любой смот, ему можно покалетиться. Пожалуйста, не повторяйте. Берите гуртой билет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот интересное соседство. Линия передач соответственно, с деревьями, как у нас колейки. Все-таки на широкой колее все-таки нравится по-другому. Мы начинаем приближаться к станции. Просвет впереди. Это станция Доронинская. Мы остановились, не доезжая вот этих вот знаков, повернутыми к нам спиной. Мало ли, может, это граница путей предприятия или еще что. А это оказалось место выгрузки снега. Ну, извините, нет снега. Ну, и снега у нас нет. Пойдем посмотрим, что там впереди. Вот, пожираемые комарами, мы дошли до станции. Горят светофоры. А вот это... Нет, вроде нет. А вот эта ветка шла на Васильевский мох. Говорят, что ее разобрали дальше. Ну, тут что-то наказ прям хороший. Ой-ой-ой, заедят сейчас. Сама станция Доронинская. Нам туда ходу нет. Это уже РЖДшные пути. Здесь нам делать нечего. Что интересно, литера входного сигнала, я даже не знаю, насколько он здесь входной. Здесь не полуавтомат, ничего, знаете, как примыкание. Вот. М-Н-С. Не знаю, как расшифровывается. Ну, а это? Мневровый М3. Это не МЗ, это М3. Мневровый. Третий, это нечетная горловина. Там будут четные... Ага. А вон там... входной с Васильевского мха. Здесь мы ездить давай-ка не будем. Развернемся и поедем в сторону буса. Красота полустанка в лесу. Идем обратно. Посмотрели, что хотели. На удивление, станция живая. Действительно, Ясин говорит, ожидал увидеть что-то разрушенное, стрелки зашиты. А здесь, ну, очень даже и вполне. Я с ним полностью согласен. Вот по этому пути когда-то ходил тепловоз М2 с двумя вагонами. Это был такой интересный пригородный поезд до станции Васильевский мох. Где была огромная узкоколейка. Возили торф. Была станция по перегрузке этого торфа. Но все уже давно разделано в металл. Как у нас это и любят. Ну, Россия! Ломать не строить! Ягодки, цветы, красота какая! Ягоды вполне съедобные, очень вкусные. Друзья, мы проехали большой путь. Дальше уже идут пути РЖД, действующие пути, и нам там делать откровенно нечего. Поэтому сейчас мы разворачиваемся и едем назад. Какой можно сделать вывод? На станции Доронинская очень агрессивные слепние комары. На асфальтовый завод ветки нет, а стекольный завод содержит свои пути в прекрасном состоянии. И ТГМ-ка ночует у них. На этом всем пока-пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокола. До новых встреч! Впереди еще много всего интересного. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!